В большом геополитическом конфликте на грани войны появился новый яркий игрок Великобритания, точнее глава британского МИД Ли Страсс, которая собралась в Москву. Такой запрос был получен от британской стороны. Возможность такой визита порабатывается. По замыслу Кремля торг по поводу вступления-невступления Украины в НАТО должен был вестись между двумя взрослыми парнями – Россией и Америкой. Единственной уважаемой фигурой в Европе здесь считали Ангелу Меркель, которая вышла на пенсию. Кстати, по мнению ряда аналитиков, фактор отсутствия мощного лидера в главной стране ЕС сыграл для Путина важнейшую роль в планировании обострения на украинском направлении. Меркель с ее авторитетом и правда трудно заменить, но в старом свете все же есть интересные лица. Элизабет Трасс – опытный политик, руководит форен-офисом недавно, с сентября 2021-го, но до того занимала ключевые посты в правительстве. Кстати, она – первая в истории Британии женщина-лорд-канцлер. Так вот, Трасс решила, что не может оставить без комментариев кризис, приближающий континент к катастрофе. Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде Великой России, разделив территорию по этническому и языковому признаку. Мы знаем, что лежит на этом пути, и какие ужасные потери в виде человеческих жизней и человеческих страданий он приносит. Вот почему мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит огромную стратегическую ошибку. Это заявление британский министр сделала 21 января в одном из исследовательских центров Австралии. И вот, что еще она сказала. Украина – это гордая страна с богатой историей. Они и раньше знали нашествия. От монголов до татар. От монголов до татар. Разве могла Мария Захарова пройти мимо? Три вопроса британскому дипломату от российских коллег. Сколько лет прошло между двумя вторжениями – монголов и татар? О страданиях украинцев от фашизма не упомянуло, потому что они были незначительными? Или потому что до 40-х годов 20 века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им? Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом? Что ж, это легко проверить. Диплом миссис Трасс выдал Оксфордский университет, у которого, по моим данным, все отлично с репутацией. Чего не скажешь о Министерстве иностранных дел России, на полном серьезе обвиняющим, например, телеканал «Дождь» в работе на британскую королеву. Впрочем, сейчас не об этом, а о том, что в случае визита Трасс в Россию, сообщается, что он намечен на февраль, Марии Захаровой, как и ее начальнику Сергею Лаврову, придется пожимать ей руку, находиться в одной комнате и как-то общаться. Тем более, что гости из Великобритании настроены решительно. На днях она заявила, что Лондону и его союзникам необходимо работать над поиском альтернатив российскому газу. А это указания на те самые невиданные санкции, о которых говорят в Вашингтоне. Он никогда не видел санкций, подобных тем, которые, как я обещал, будут введены, если он начнет действовать. Пресс-конференция президента Байдена, посвященная итогам первого года в кресле, продлилась примерно два часа. Вопросы о российском вторжении в Украину начались уже на 27-й минуте. Глава американского государства угрожает Путину максимально болезненными последствиями, включая пересмотр нейтрального статуса Финляндии и Швеции. Мы говорим о беспокойстве со стороны Швеции и Финляндии по поводу действий России. Последнее, чего хотела бы Россия, это чтобы Швеция и Финляндия изменили свой статус. Нет-нет, Хельсинки и Стокгольм не обсуждают с НАТО свое вступление, но мало ли. Этот намек по задумке Белого дома должен был Путина впечатлить. Финляндия, до которой от Петербурга рукой подать, не говоря уже о гипотетической ракете, обязалась сохранять нейтралитет по условиям подписанного с СССР договора еще в 1948 году. Может ли она выйти из соглашения в одностороннем порядке? Вряд ли. Финны ценят спокойствие, но заранить зерно сомнения президент США, конечно, смог. Тем более, что все упомянутые им последствия наступят в случае большой войны и только после ее начала. Никаких превентивных ограничительных мер Белый дом не планирует, если не считать поставок вооружения на сотни миллионов долларов в Украину. Да и вообще, как внезапно выяснилось, в НАТО не все готовы реагировать на действия России. Россия будет привлечена к ответственности, если вторгнется. И это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, тогда нам придется спорить, какие меры принять. Оговорился? Ошибся? Поплыл? Или так и было задумано? Направить Путину сигнал о том, что небольшую заваруху в Донбассе он может себе позволить смело? Не нужно только идти на Киев, пугать европейцев, рушить стабильность на континенте. Через полчаса после этого выступления при службе Белого дома пришлось выпустить разъяснение. Президент Байден ясно дал понять президенту России. Любое пересечение украинских границ российскими военными будет считаться вторжением. И оно будет встречено быстрым, жестким и сплоченным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников. Но никто не опровергал слов о том, что внутри Североатлантического альянса нет единства. Мы тут в прошлом эфире предполагали и, думаю, не ошиблись. Восточная Европа требует дать Путину жесткий отпор, немедленно ввести санкции и разместить на территории стран Балтии и Польши дополнительные силы. А Германия наверняка предпочитает не делать резких движений. В конце концов, зима. Как быть без российских энергоресурсов? Все же видели, что бывает, когда цена на газ взлетает до небес. Байден пытается лавировать, но прямо заявляет. Да, Европе будет тяжело, но и США пострадают. Зато Россия заплатит сполна. Деньги, которые они зарабатывают на этом, составляют около 45% российской экономики. Насколько убедительно звучат эти аргументы для ЕС? Большой вопрос. Визит германского министра иностранных дел Анналены Бербок в Москву не принес никаких сенсаций, кроме разве что публикации РИА Новости о том, что перед пресс-конференцией руководителю немецкой дипломатии потребовался гример. Молния о маленьких женских слабостях свеженазначенной чиновницы, видимо, должна была стать легкой шпилькой в адрес германского партнера. По существу ничего. Складывается впечатление, что ряд представителей пресловутого коллективного Запада явно предпочли бы компромисс хоть какой-то. И Байден, который во многом ориентируется на соблюдение интересов своих западноевропейских союзников, прямо предлагает Путину договариваться. Он заявил мне, что ему нужны гарантии. Во-первых, что Украина никогда не станет членом НАТО. И во-вторых, что в Украине не будут размещаться стратегические вооружения. По поводу второго пункта мы могли бы что-то придумать. Но еще важнее, что президент США фактически обещает не вступление Киева в альянс в обозримом будущем. Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно, учитывая гораздо большую работу, которую им предстоит проделать с точки зрения демократии и некоторых других вещей, происходящих там. Вот только гарантий, которых требует Россия, Байден дать не может. Как мы тут неоднократно говорили, вариант, при котором Вашингтон отдельно и НАТО в целом публично и официально провозглашают политику закрытых дверей, совершенно невообразим. Но Путин требует именно этого, свои войска от границ Украины не отводят. Интересно, что Сергей Рябков, замглавы МИД России, 19 января предложил Соединенным Штатам такой выход. В качестве альтернативы гарантии нерасширения НАТО на восток, Москва может рассмотреть юридическое обязательство США не голосовать за вступление Украины в Альянс. Что ж, и подобные обязательства Вашингтон на себя не возьмет. А Путин провозгласил, что никаких обещаний за закрытыми дверями не примет, только публичные гарантии, только на бумаге. Письменный ответ американцев на требования Москвы ожидается на этой неделе. Госдеп не ждет реакции, он уже начал эвакуировать своих сотрудников из посольства в Киеве. Об эвакуации половины персонала из киевского посольства объявил и официальный Лондон. Может ли наступить разрядка? 26 января состоится встреча советников лидеров нормандской четверки в Париже. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу. Хороший сигнал дает надежду. И госсекретарь Блинкин, который на прошедшей неделе пообщался с Лавровым и после этого на пресс-конференции сказал о намерении увидеться снова. Не исключил он и очередную встречу президентов Байдена и Путина. Может показаться, что в целом ничего существенного не произошло. Согласна. Просто сам факт, что никто из официальных представителей России не сделал за последние несколько дней ни одного лютого воинствующего заявления, вселяет оптимизм. Какие времена, такие надежды. Мы не ожидали, что сегодня произойдут какие-то серьезные прорывы, но я считаю, что сейчас мы находимся на более ясном пути с точки зрения понимания обеспокоенности друг друга. Надеюсь, что эмоции поубавятся. Никто, впрочем, не отменял стягивания российских военных и тяжелой техники к украинской границе. Более того, в начале февраля в Беларуси стартуют российско-белорусские военные учения. Думаю, глупо было бы сомневаться в том, что Александр Лукашенко будет готов поддержать любое предприятие, организованное его единственным товарищем, старшим братом Владимиром Путиным. Так что маневры эти крайне беспокоят как Киев, так и Запад. Нам не надо никакой войны, но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас вот к этим вот действиям. Байден прошедшие выходные провел в резиденции Кэмп Дэвид и там совещался со своей командой по нацбезопасности. Думаю, вопрос, который стоит на повестке, звучит примерно так. Чего на самом деле хочет Путин? Потому что официально выдвинутые требования априори невыполнимы, и это было ясно всем с самого начала. Так вот, чего хочет Путин и готова ли администрация его нужды удовлетворить? Политолог Владимир Пастухов высказывает любопытную точку зрения. Если Пастухов прав, то пойти на такой компромисс, конечно же, не публично, Байден, думаю, мог бы согласиться, лишь бы не было войны. Алексей Навальный, главный российский политзаключенный, вообще считает, что вся эпопея с угрозой вторжения в Украину нужна Путину для ухода от санкций. США вместо того, чтобы игнорировать этот бред, принимают путинскую повестку и бегут организовывать какие-то встречи. Прямо как перепуганный школьник, которого забулил старшеклассник. И говорят, если ты что-то устроишь, то мы введем жесткие санкции. Ровно этого Путину и надо, ведь обратное предполагает, если не нападешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, а не кнут. Комбинация завершена. Путин может не опасаться уже почти принятых санкций против его друзей. Санкции, помните, те самые невиданные. И правда планируются в случае агрессии в Украине, а до нее не планируется. Это было бы растратой рычагов влияния, считают в Госдепе. Такой подход разделяют и многие в Конгрессе. Голосование по законопроекту сенатора Теда Круза, который предлагал ввести ограничительные меры против Северного потока-2, уже сейчас провалилось. И пусть сертификация газопровода откладывается, окончательные блокировки проекта, Газпром избежал. Так может действительно в том и состоял хитрый план Кремля обострить, запугать, завалить угрозами. И все для того, чтобы заставить Вашингтон забыть о санкциях и вообще забыть о России, ее внутренней ситуации и внешней политике. Может и так, но кто гарантирует, что в Украине все же не рванет. Поздно вечером в субботу упомянутый здесь британский МИД выпустил крайне нехарактерное для себя заявление. По данным Лондона, Россия планирует свергнуть избранного президента Украины Зеленского и заменить его своим человеком. Более того, называется имя кандидата Москвы. Это экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев, основатель телеканала «Наш». Как пишет Нью-Йорк Таймс, в Вашингтоне считают информацию британских коллег соответствующей действительности. В рамках разведывательного альянса «Пять глаз» Лондон отвечает за перехват российских коммуникаций, уточняет издание. Именно поэтому информация от Британии сыграла ключевую роль в выявлении российского вмешательства в выборы президента США 2016 года. В Москве сенсацию от форен-офиса и лично Ли Страс, с нетерпением ждем ее визита в Россию, назвали чушью, отрицает свою связь с Россией и политик Мураев. А реальность, думаю, такова. В Кремле разработано несколько планов. План А, допустим, заключается в том, что шантаж окажется эффективным и Байден просто сдаст назад по всем фронтам. План Б, С и прочие предполагают и военные действия разных масштабов, и переворот в Киеве, и мало ли что. А самое главное, не факт, что вариант номер один не перетечет в варианты номер два или три. Кто сказал, что в случае дипломатической капитуляции США Москва не попытается посадить на банковой марионеточного президента? Ведь миссия собирателя русских земель будет успешной только в случае возвращения в родную гавань всей Украины. Так что в одном с Путиным не поспоришь. Что бы кто ни говорил в старом свете, какую бы активность ни проявляли европейцы, развитие кризиса на украинских границах зависит прежде всего от Вашингтона. Джо Байден сейчас тот самый человек, который в теории имеет все шансы переиграть оппонента. В понедельник стало известно о решении НАТО направить в Восточную Европу дополнительные корабли и истребители. Отдельно похожие шаги рассматривает Вашингтон. Пока речь может идти о переброске в страны Балтии и Польшу небольших контингентов от 1 тысячи до 5 тысяч военнослужащих, а также о передислокации авиации и морских судов. Но если стратегическая ситуация ухудшится, то США направят в регион до 50 тысяч военнослужащих. Россия не Ирак. У России есть ядерное оружие и настоящая армия. Война с Россией — это не шутка. Она не закончится через неделю. Такер Карлсон — одно из самых ярких лиц американского консервативного телеканала Fox News. Порой кажется, что он посещает курсы повышения квалификации в российском МИДе. Собирающий миллионы просмотров в Ютьюбе и обладающий огромной телеаудиторией ведущей, громит президента Байдена за готовность воевать в Украине. Неужели мы в самом деле будем воевать за какую-то коррумпированную восточноевропейскую страну, которая не имеет для нас стратегической ценности при всех проблемах внутри нашей собственной страны? Мнение возмущенного телекомментатора разделяют его верные фанаты и прежде всего Дональд Трамп, который обязательно воспользуется кризисом для мобилизации своего электората и в какой-то форме возвращения к власти. Но нет, Такер, воевать в Украине, что называется, на земле Байден не будет. Это неоднократно подчеркивали и в Белом доме, и в Госдепе. Опасаться физического присутствия американских войск не стоит ни господину Карлсону, ни господину Путину. А господину Байдену, чей рейтинг дома продолжает падать, придется разделаться с целым ворохом проблем, перечисленных на этой остроумной обложке Тайм. Помимо ковида, инфляции и прочего, тут и переизбрание Трампа в 2024-м, и, конечно, Путин. Папа Римский Франциск призвал в среду, 26 января, устроить Международный день молитвы за мир в Украине. Я с обеспокоенностью слежу за ростом напряженности, которой грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента с еще более широкими последствиями. Я предлагаю сделать следующую среду, 26 января, днем молитвы за мир. Это был только фрагмент программы «Катрикадзе иностранных дел». Выпуск полностью можете найти на сайте по подписке tvrain.ru. Вы знаете, что без вашей поддержки мы работать не можем. Продолжение следует...